Да, да, да. Саша, приветствую. Покажи, покажи свой этот самый, шашку покажи, пожалуйста. Сейчас, секунду. И вот представляете, друзья, сейчас я вам представлю, представлю. Ох ты, какая шашка. Слушай, у меня тоже такая есть. Так я вам говорю, что у нас все одинаковое. Сейчас я скажу, как начинается, называется наш ролик. В бой идут одни старики. В бой идут одни старики. Подожди, я покажу. Не старики, а молодежь. Молодежь. А я, знаешь, почему говорю старики? Потому что фильм такой был известный. Да, да. Известный фильм «В бой идут одни старики». Вот, видишь? Тоже. И вот рукоятка такая. Ну, у меня дагестанская, дагестанская. А вот у меня тоже самое, посмотрите. Да, да, да. Очень интересно. Ну, сейчас, когда я объявлю, кто ты, представлю тебя, всем будет очень интересно. Потому что дело в том, что мы не оружием занимаемся, а головой. Головой, да. Потому что... А там еще ножичек у тебя висит. У тебя ножичек. Да. Покажи его. Ты можешь показать или это трудно там снимать? Нет, почему? Ну, ты пока снимаешь, я тебе свой покажу. Во. Классный. А у меня на ножичке написано... У меня на ножичке написано... Хасаю Магомедовичу. Во. Во, видишь, у меня тоже есть. Во. Покажи, покажи. О, какой, какой. Это что за такой? Ятаган, что ли? Это такой, знаете, как? Бутафорный или как он так? Сувенирный. Да, сувенирный. Ну, красивый, красивый. Что это производство? А я не знаю. Турецкий какой-то. Турецкий какой-то. А у меня дагестанский. А я тебе еще покажу последнее, последнее покажу. У меня раньше много было. Я любитель таких штучек. Он тоже самое и Александр Иванович говорит. У него всегда все. Говорит, ой, у меня много было. У меня, видишь, кнопочку нажимаешь вот так вот, вот так вот. И он, во. А-а-а. Да. У меня много было. У меня и пистолеты были, и всякие ножи. Я когда в 10-м, в 9-м классе учился, я так любил на уроке труда преподаватель наш Юра Голанов. Пошел мне навстречу. Он видел, как я это люблю делать. Я сам вытачивал. Ну, я такие ножи вытачивал. Потрясающе. Все изумлялись. Да. Из стали R9. Я, как сейчас помню, эта сталь была из рессоры. Ну, я почему назвал этот ролик «Бой идут старики». Одни старики, потому что фильм, как я сказал, такой был. И все, наверное, название помнят, и поэтому будет интересно. Но я представляю вам Александра Викторовича. Дело в том, что он боем-то занимается, но без оружия. И обучает, и обучает. Это и с оружием тоже. А, и с оружием тоже, что ты сейчас все расскажешь. Но он из Калининграда. Мы сейчас говорим с Калининградом. Как раз недавно у нас была встреча с Виктором Николаевичем Завгородним, который занимается рукопашным боем. Академия безопасности. Я напоминаю всем, кто хочет, посмотрите его канал в Ютубе. Академия безопасности, очень интересный человек, педагог, спортсмен, который обучает и подростков, и других людей. И вот как раз-таки Александр наш, вот сегодня я вам представляю, Викторович, Александр Викторович. Он как раз посмотрел тот ролик и мне написал, слушайте, говорит, как интересно. А я, говорит, тоже всю жизнь, говорит, вот этот принцип сам, говорит, чувствовал. Ну, сейчас мы поговорим. Сейчас мы поговорим. Итак, я слово передаю Александру Викторовичу. Александр Викторович, вас смотрят, как говорится, десятки, сотни людей, тысячи людей из разных стран мира. 35 лет я занимался, ну, занимаюсь боевыми искусствами. Я занимаюсь сейчас русским боевым искусством РОССР. Российская очистительная система самозащиты. Родоначальник Александр Иванович Ретюнский. Да, мой друг старинный, мой друг старинный. Я сейчас расскажу, как мы с ним встретились. Там тоже очень интересный момент был. Так, так, а он очень занимался. Когда я после училища попал на космодром Байконур, но там в то время всегда было каратэ развито. Ну, занимался я Киокосинкай. А до этого был, ну, как бы сказать, кандидат мастера спорта по дзюдо. Ну, еще нас учили очень, вы, наверное, знаете, что такое Киокосинкай. Это очень такая жесткая система. Ну, и потом, когда я приехал на космодром Байконур, мне сказали, что вот есть такой Александр Иванович Ретюнский, с которым может все и показать. Но мы встретились с ним в Вильнюсе. И когда я первый раз, я вот пришел, он мне говорит, что что, вот вы сразу видно, наверное, восточными единоборствами занимались. Я говорю, да, занимался. Смотрите, а надо делать мягко. Надо делать так, чтобы от души, чтобы тело само раскрывалось. Я не мог понять, как это так вот, что можно само. И вот только через несколько лет, лет через 20, вот сейчас я все вспоминаю слова Александра Ивановича Ретюнский говорит. Все, говорит, идти должно от тебя, а не повторять то, что делают другие. Вот, зафиксируем все, друзья, вот эту фразу. Очень важно не повторять то, что делают другие, а должно идти от себя. Так, так, так. И вот я говорю, Александр Иванович, а можно сделать вот так? Он говорит, можно. А вот так? И так можно. Я говорю, а вот так? И так можно. Делать так, как тебе удобно. Как замечательно. Сейчас я до сих пор, сейчас я обучаю, как бы сказать, я уже обучаю других вот это все. И вот недавно провел два семинара в Калининграде со своими группами, с детской группой и юношеской. И тоже им всегда сейчас говорю, вы раскройте себя, раскройте и делайте так, как вам удобно. И даже, а потом, как-то я пришел с семинара и лежу, отдыхаю, и включил. И как раз попался мне ролик, который сейчас мне сказали, только как его фамилия. Это ученик Кадышникова. Да, Виктор Николаевич ученик Кадышникова и учеником Кадышникова, который самбо создал. Самбо же он создал, да, в стране? Нет, нет, нет. Это русский стиль. А, русский стиль он создал. Кадышников создал русский стиль. А кто создал самбо? Там идет очень много вопросов. Первый это идет, это Отщепков, потом Спиридонов и потом уже Харлампиев. Харлампиев. Да, и сейчас говорят, что родоначальник является Харлампиев. Да, это же какие годы были, Александр? Ну, ты как он? Ну, это после революции. Вы знаете, очень хорошо этот фильм был, вы, наверное, смотрели, непобедимый. Нет, не видел я. Очень интересный фильм такой, вот как создавалось самбо у нас в России. Когда один ученик ездил и по Средней Азии, везде он побывал и собирал покрупиться все лучшие приемы. И потом показал перед красноармейцами, что есть такой вид, как самозащита без оружия. Самбо, самозащита без оружия. Да. Это кто не знает. И потом уже разделили, как бы сказать, самозащита без оружия на два вида. То есть на спортивное и на прикладное. Да, да. Вот чем от дзюдо отличается самбо? Я-то знаю, хочу, чтобы мы все знали. И поэтому мы сейчас более будем... Вы знаете, что когда вот в Советском Союзе в основном занимали самбо, когда только узнали про дзюдо, то многие наши самбисты вышли на соревнования и очень себя, очень хорошо себя показали. Даже вот я не помню, как это или первое, или второе места заняли. Да. А само дзюдо произошло еще из более древнего вида. Это в Японии, да. В Японии. По-моему, джиу-джитсу. Джиу-джитсу это другая. Это, как бы сказать, другое направление. Но хотя говорят о том, что дзюдо, это пошло и оттуда. Да. Дело в том, что я обучался джиу-джитсу. Я когда маленький был, ну я там уже был на первом-втором курсе института медицинского. Со мной обучался Гусейн Магомаев. У нас был тренер Ахмед Ахмедов. Очень интересный человек. Он нас йоги учил, джиу-джитсу учил. Очень интересный человек. Сам он художник был. Он в Грузии закончил Академию художества. Вернулся домой в Махачкалу и там нас учил с бородой. Его еще называли бородой. Очень интеллигентный. Его мама была хирургом, по-моему, да. Тетя Галя, как я помню. И вот, короче говоря, Ахмед нас учил. И мы с Гусейном там в подвале художественного училища. Ахмед там в художественном училище еще преподавал. Спортзал был небольшой. И мы там занимались джиу-джитсу. И там много ребят было у него. Джиу-джитсу занимались. И вот тогда, я помню, говорили, что джиу-джитсу произошло из джиу-джитсу. Ну, тогда так говорили. Вот мы там, ребята. И что там, где джиу-джитсу бросают на голову, джиу-джитсу попроще и помягче. То есть бросают на спину. А есть еще такой фильм. Вы, наверное, смотрели. «Гений джиу-джитсу». Да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Гений джи-джитсу». Какой фильм был потрясающий. О, это классика была. Когда вот джиу-джитс вышел против каратистов. Да-да. А вот я недавно как раз смотрел. Очень интересно было посмотреть самого вот этого каратиста, которого в Америке через Голливуд. Как же его звали? Ну, потрясающий, потрясающий. Ну, с чего каратэ пошло и в СССР. С этого Голливуда. Как же его звали-то, я забыл. Ну, сейчас вспомню. Я уже просто... Кто-кто? Брусли. Брусли, Брусли. Ну, конечно, Брусли. Вот Наташа из Белоруссии нам помогает технически поддерживать Zoom. Спасибо, Наташа. Брусли, она лучше меня помнит. Это Брусли. Конечно, конечно, Брусли. Но Брусли очень сильно он занимался в Китае. Да-да-да. Но он потрясающе тем, что он как раз тоже свой стиль создал. Вот же в чем дело. К чему я клоню. Я клоню к тому, что Гусей, например, Магомаевский, мы начинали этим заниматься. Он продолжал этот вид спорта. Я ушел в медицину. Потом я время от времени с ним встречался. Он был тренером сборной СССР по карате в свое время. В свое время. Какое-то время. Потом стал заниматься суставной гимнастикой, когда карате стали прикрывать. Было такое... Да-да-да. Когда тренеров говорили, пожалуйста, пройдите вместе с нами. Да-да-да. В милицию сразу. Вообще и за йогу могли. Тут же в милицию. Ну, все, закрывали. Потом, значит, художник, он был тоже карикатурист хороший. И в Крокодиле даже тогда в свое время у Гусейна Магомаева были пальцы такие нарисованные. Каждый пальчик имел свою эмоцию. Один в шляпке, другой без шляпки. Один зевал, один улыбался. С глазками такими. Ну, очень смешные вещи. Я хочу сказать, что Таиланд многолик. Он был очень разносторонний. Ну, сейчас он тоже. И он же создал школу «Пять сторон света». В Халимбек-Аволе, в Дагестане. «Пять сторон света». И они с Олей со своей женой. Столько лет, столько лет развивали эту школу. У него там учились, и китайцы проезжали. И он сам в Китае был. И у него все школьники, как говорится, его курсанты этой школы. Они из них, они все «Золотомира» забирали. Они ездили на соревнования международные, забирали все «Золотомира». Это значит, он занимается таким направлением, которое называется «Ушу-санда». «Ушу-санда». Ну, я хочу вернуться к Саше Рутюнскому. Вы знаете, когда я вот был на космодроме «Беконур», мне сказали, если ты хочешь овладеть или что-то знать, найди Александра Ивановича Рутюнского. Ну, когда я с ним встретился, я удивился, что так человек может работать, рассказывать, все обучать, показывать. Конечно, до сих пор мы с ним разговариваем по скайпу, это все. Я хочу, Сашенька, тебя попросить, чтобы мы вместе, втроем, как он приедет. Обязательно я позвоню, потому что с ним надо обязательно встретиться. И вот он много чего может и рассказать, и показать. Так вот, когда мы встречались, ну, когда вот на семинарах, и когда он к нам на «Беконур» много раз приезжал и показывал, и всегда говорил, это есть и боевое, есть и оздоровительные движения. А я все думал, а какие это оздоровительные? Да. Знаете, и все думал, ага, оздоровительные. Ну, что это может быть, да? Показывал там гимнастику, да? Показывал на растяжение, показывал на это все. А вот когда я вот посмотрел ролик про ключ, и когда посмотрел ваши ролики, я все думаю, а оказывается очень много упражнений, то, что вот вы показываете, показывал я, показывал, и показывает Александр Иванович Ретюнский. Даже показывал, вот вы показываете упражнение хлёст руками по спине, правильно? Да, хлёст, да. Это как оздоровительное, очень сильно оздоровительное. Но если взять его перевернуть, это и есть уже боевые наши действия. То есть умение защититься от руки или от предмета. Понятно. Вот теперь смотрите, я встретился с Ретюнских, меня познакомил наш друг Саша Агулов. Ну, Саша Агулов основатель... Агулов, я тоже хорошо его знаю. Основатель хиромедицины, вот этой практики. Ну, много лет дружили, ездили вместе там, везде ездили по стране, лекции читали и так далее. Это мой старейный друг. Короче говоря, Саша Агулов познакомил меня с Ретюнских. И Ретюнских меня пригласил в Подмосковье, был, по-моему, Удзижинский. Он проводил сбор телохранителей. И там человек 300, наверное, было телохранителей по всей стране. Собрались туда, и он проводил их обучение как раз-таки новым видом вот этого рукопашного боя, который он создал. А создал он это на основе Кадышникова? Да, да. Ну, он придумал волнообразный какой-то механизм. Волнообразный какой-то такой свой уникальный. Он создал систему РОС. Российская, отечественная система самозащиты. Вот. Вот так, так, так. Теперь он меня туда пригласил, и они уже недели. Вот, как раз эмблема его. Ну, покажи, Сашенька, покажи еще раз. Покажи, родной. Еще раз эмблему покажи вот это. Там, ага. Это РОС, это вот эта эмблема, да? А, да. Это под которой мы выступаем, которые мы тренируем. Понял. И, значит, у него там было очень много телохранителей. Ну, тогда модно было. Такой был период в развитии страны. Много было телохранителей. И они приехали из разных-разных городов. И там на неделе две, по-моему. И они уже одну неделю тренировались новым приемом. Но у них была какая-то проблема. И Саша меня попросил, я подъехал туда, и он говорит, вот они тренируются, тренируются, накапливают новые элементы. Ну, какая-то там была задержка, и я полтора часа с ними поработал, и у них прорыв произошел. Потому что, оказывается, у них были старые навыки, старые стереотипы, которые блокируют быстрое развитие и усвоение новым. А я же даю обнуление, то есть, после того, как я им показал вот эти все упражнения, они потом, кто в позу йога, сел свободно, потому что он пробовал, пробовал много времени, оказывается, у него что-то не получалось, а потом раз и получилось. То есть, барьер был снят, и получился прорывной прогресс. Я даже привозил к Саше Рутюнского замначальника Интерпола страны. Да, Терехова, да, да, показать ему это все. Ну, что интересно было. Ну, вопрос заключается в следующем, что мне очень понравилось, почему я тебя попросил, давай сделаем ролик, поговорим, потому что в нашей школе как раз-таки концепция, концепция наша. Не повторяй, как кто-то делает, а подбирай, как ты делаешь. Да, делай как ты. Да, и вот как раз ты как раз об этом и сказал, что тебе и Рутюнских это говорил. Не обязательно копировать. Вот я теперь удивлен. Почему у нас старая школа, оказывается, этот принцип, повторяй, пока не получится, основанный на принципе подражания. Это одна парадигма, которая оказывается во всем мире тоже. Вот я помню, старые мастера, там у них годами учились их ученики, вот эти вот и спортсмены, и рукопашного боя, или даже плавания, неважно. Они повторяли. Повторяй, пока не получится. Пока ты не будешь этот трафарет, который тебе дают, выполнять на основе рефлексы даже, навыка, автоматически. Но это, повторяй, пока не получится. До автоматизации. Так вот это вот. А у нас новая парадигма обучения. Подбирай, что получается, чтобы сразу снимать лишнее напряжение, и тогда начинает получаться, и то, что раньше не получалось. То есть принцип обучения, старый, на основе повторения, основанный на инстинкте подражания. Мы дополнили, дополнили, я об этом писал еще в своих старых книжках, еще с 90-го года, новым принципом. Там принцип обучения на основе повторения, повторения мать учения. А здесь мы дополнили принцип подбора путем перебора. А вот сейчас произошло время, тоже несколько лет, и теперь, когда меня спрашивают о критерии подбора, чтобы человек подобрал именно свои действия, свое состояние внутренней свободы, на основе которого все другое потом идет прямо так легко, так хорошо. Да, да, вот эти все движения. Вот это все. То, что он нам показывает, это... И знаете, как-то мы сидим с Александром Ивановичем, разговариваем. Я говорю, вот, Иваныч, ну, всякое такое вот бывает, что всякие там в голове у каждого свои есть тараканы, там они двигаются, шевелятся и так далее. Я, например, вот сам что-то пришел, что надо расслабить язык, и эти тараканчики убегают. Он говорит, ты знаешь, Саш, это, говорит, хорошее упражнение, но ты двигайся телом, найди себя руками, восьмерочки, плечами там движения, найди, открой себя, будет хорошо. Вот я хочу тебе сказать, вот, это, оказывается, два подхода получилось, которые вообще-то и в мире вообще-то нужно. Вот это сочетать, повторение мать учения, например, для закрепления полученных уже навыков и принцип подбора путем перебора, для выхода на состояние внутренней свободы, в котором и борьба, и рукопашный бой, и другие рекорды можно, и стихи писать. То есть два подхода. Один с внешнего идет к внутреннему, а этот идет, принцип подбора путем перебора, к внутреннему, а потом идет к внешнему, уже свободному. Вот это интересно, потому что я читал книжки раньше, как учился какой-то, допустим, угуру какого-то, и даже было, вот на основе повторения, было, что даже тот его заставлял делать ежедневно что-то, даже и бессмысленную работу. Вот такое было представление по советским фильмам, что ученик должен делать и делать, делать и делать годами, пока придет к какому-то результату. Ну, было какое-то такое вот. Я никак понять не мог. И почему много стилей было? Оказывается, много стилей было не для того, чтобы человек знал все стили. А то у нас говорили, я знаю этот стиль, этот стиль, этот стиль. Так не для того это было, а для того, чтобы подобрал, который ему подходит. Вы знаете, да, вот где-то года два назад меня попросили съездить сюда в лагерь, в Ладошкино, ну и выступить с беседой, потому что я там тренинги провожу там и так далее. Ну, приехал. И сразу увидел, что там сидят, ну, такие парни хорошие. Я думал, ага, сразу я понял, что это спортсмены. Ну, и когда начал разговаривать, я говорю о том, что есть вот для того, чтобы вот вы устали, у вас в голове всякие вот эти трудности. Возьмите, с чего начинается внутренний диалог? Это сдвижение языка. Язык начинает двигаться, начинают появляться мысли. Если язык отключить, язык отключить, все, мысли прекращаются. Это и есть нулевое состояние. И только он подходит ко мне и говорит. А вы знаете, я попробовал на самом деле. Вы рассказали это за пять минут. А меня учили годами сидеть в позе и как вот это вот все делать. Я сижу и думаю, или я умный, или... Это, конечно, большое достижение. Я тебя поздравляю от души. Это большое достижение. Я это объяснял на примере не языка, а на примере жестов. То есть я говорил, если заставить человека не двигаться, ему трудно думать. А когда он сопровождает свои мысли и жестами, получается согласование между ментальным процессом и материальным процессом. Гармония духа и тела. Снимается лишнее напряжение. И он выходит на состояние свободы. А ты вот видишь, очень хороший такой прием показал. Еще раз покажи, чтобы в нашей школе все знали. Значит, надо, чтобы ты когда говорил... Смотрите, давайте... Даже кто меня слышит, давайте, например, мысленно произнесите мысль, ну, как бы сказать, не вслух, а мысленно какое-нибудь слово и увидите, что сначала двигается язык. Ну да, потому что обратная связь между... Да, это и такое-то. А вот возьмите и такое ощущение, что язык расслабился, и он вытек. Я уже сделал. И пока я искал, как его расслабить, я уже в нуль пошел. Да, то есть если язык расслабляется, то человек уходит в ноль. Отлично, я тебя поздравляю. Я тебя поздравляю. Слушай, Сашенька, я тебе что хочу сказать, родной? Я сейчас заканчиваю уже книжку, следующую книжку новую, потому что предыдущая, 2-3 месяца назад вышла бестиллера, получила статус. И там участники нашей школы тоже присутствовали своими приемами и со своими именами. Я тебе предлагаю, вот сейчас пока еще есть время, полторы недельки, напиши этот прием, если хочешь, и там с твоим именем и фамилией мы в новую книгу поместим. Ну, я с удовольствием. Да, это очень важный прием. Когда я рассказывал, я говорю, вот смотрите, вы расслабили язык, все, у вас пошла такая тишина. А дальше вы уже смотрите, там мыслеобразы. Только вот я вас хотел спросить, вот я смотрел, ролик слушал, и вы говорите, что там визуализация, это мыслеобразы. Ну, я имею в виду не конкретная фотография. А с другой стороны, вот если у меня супруга там, или там другие, они, я когда им провожу это упражнение, это говорю, они закрывают, мы видим картинку прямо, как море видим, мы видим это, но я почему-то не вижу, но я чувствую, что они видят. Так нет, нет, это все зависит от того, какие анализаторные системы у кого как доминируют. Вот, вот я иногда тоже так думаю, а как это, а меня спрашивают, говорят, вот вы показываете, отлично все, как вот сделать, все отлично. А вы сами видите, я говорю, нет. Я не удивляюсь, это модальности называется, один лучше чувствует запахи, другой лучше чувствует температуру, третий лучше чувствует зрительные образы, четвертый слуховые, вот у нас сколько анализаторных систем, пять органов чувств, у кого-то это более развито, у кого-то это, вот я художник, я не знаю заранее, какой цвет краски положить, пока я не положу, и там увижу, а, попало. Так ведь заранее не знаю, ты представляешь, то есть я не могу это представить, вот меня спрашивают, как ты это делаешь, картина, я говорю, я еще, я делаю, мажу, 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 думая о том, что я хочу там выразить, мажу, 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 в какой-то момент, раз, оказывается, цвет совпало, это мне подходит, начинаю ее разрисовывать, видишь, а другой человек сразу цвет чувствует, и вот поэтому, когда мы говорим, визуализация, одна дама мне говорит, а я прямо розу могу себе представить, она у меня прямо живая, вот лежит на воду, вот говорят, что да, видят, прямо видят розу, и вот те, которые вот так вот зрительно видят, они, в принципе, я тебе секрет раскрою, чтобы все знали, вот эта подключаемость, подключаемость к воображаемому объекту, такой насыщенности, как голограмма, прямо, вот прямо зрительная, это хороший признак трансовости, то есть они могут вот это состояние свое, свое использовать, не только для этого, они могут это использовать для воспроизводства из детства счастливых моментов жизни, уже в новом назначении, чтобы гормоны включить детские, и для малыша, например. Детям объясняю как. Я могу научить. Вот тоже внучка у меня пришла с семинара, тоже участвовала в семинаре. Привет, привет, а как тебя зовут? Лучше всех металлопредмет и топоры, и стреляла. Так любил ножики бросать, причем я не вот так бросал, как обычно бросают, а я любил вот так, сверху. Я очень любил ножи, и топоры. А я тоже любитель этого. Я очень-очень люблю. Ну, я и стрелок хороший, я стрелял из пистолета. Самое интересное, что мой сынишка маленький, когда было лет, мы вместе ходили в тир, я стрелял из-за марголины, там, пистолет, да? А он же для ему тяжело было пистолет держать, он стрелял из винтовки лежа. Ну, маленький был. А потом, когда мы вышли домой, он собирал эти стреляные гильзы, стрелял из серьезного оружия, приходил потом во двор, и с мальчишками играл в войну. Уже... То же самое. То же самое. Я вам пришлю фотографии, когда дети, я детей водил туда, тоже стреляли из винтовки, вот, из мелкашки, а кто постарше, стрелял из марголина. Да-да, марголина. Так потом дети тоже набегали и гильзы собирали. Это все... Так это интересно вообще, психология, да. И вот я вам пришлю фотографии, которые вот мы как занимались, это все, это с ними. И вот сейчас просят, давайте мы еще третий семинар, я говорю, извините, дайте мне отдохнуть. Сейчас надо уже к занятиям приступать, уже скоро, говорит, уже август и сентябрь. А я, он готовил олимпийского чемпиона по стрельбе, у него проблема была, там же ровная мушка, плавный спуск, ну, там руку держать, так, и вдруг получилось, что у него рука дрожит, и он там ходил по всяким комиссиям и так далее. А я ему сказал, ну, давай, представь себе это, после хлёста, после хлёста, после идеомоторных приемов и спокойно держит руку. Вот очень много. Я вот гусейну Магомаеву, который пять сторон света, тоже проезжал, время от времени мы встречались там, я показывал ему и его ребятам вот эти все приёмы, ну, там не только вот эти, там много разных приёмов, ну, и какие интересные вещи были. Один раз такой смешной случай, когда я ребят выстроил, говорю, стойте, и вот я буду проходить мимо каждого и делать такой лёгкий хлопок. Ну, вы будьте внимательны, чтобы не пропустить удар. И они стоят, и я так одному, так раз он согнулся, второму раз он согнулся, третьему раз он согнулся, а потом гуська подошёл ко мне, вот так мне сделал, и я так согнулся. И вот посмотрел когда, вот ролик вот ваш, ну, и там или этот, а потом я ваш и посмотрел, и смотрю там, вот дополнительные упражнения, вибрационная, виброгимнастика, так это всё то, что почти нам Александр Иванович говорил, что вот повороты вращения, найдите свободную точечку, найдите своё это. Это, говорит, оздоровительно, но вместе с тем это и боевое. Если вам бьют в голову, вы всё равно уйдёте. Конечно, но у нас, в принципе, свобода-то она... Да, она и в Африке. И там тоже самое, да, и на пианино я готовил этих к выступлениям музыкантов, чтобы они были раскрепощены. Так на самом деле, когда человек вот играет на рояле, и вот идёт, когда он ходит в раж, когда он в таком свободу, он же там эти элементы делает. Если другой возьмёт, у него порасспросит, а что ты чувствуешь, как ты это делаешь? И даже без рояля просто возьмёт, смоделирует вот эти движения, у него тоже появляется раскованность. И потом он это применяет для физики, например, для экзаменов по физике. Просто я хочу сказать, как я рад, что мы задружились сразу, и мы друг друга с полуслова понимаем. И хотел сказать, что и Ретюнских, и ты, и Каадочников, и все разработчики, которые создавали что-то новое, они на самом деле создавали новое за счёт того, что уходили от шаблонов. Да, да, вот я тоже хотел сказать. От шаблонов уходили путём прислушивания к себе. Они искали, как быть свободнее, как лучше выполнить что-то, подключали в природу организма, организм подсказывал. Так я хочу сказать, что все приёмы ключа основаны на инстинктивных действиях человека, который и сам это делает всегда, ну не отдавал этому отчёту. А я просто это как специалист, психофизиолог, психолог, врач, понаблюдал, что же человек делает во время стресса, чтобы выйти на состояние покоя или творчества. Оказывается, у него это и происходит, и дрожание, и подтягивание, и вот это всё. И оказывается, если человеку просто делать гармоничное движение, такой критерий, он начинает вот это делать, стараясь сделать свободно, легко, оно начинает генерализироваться, и идёт на всё тело, и потом человек раскрепощается. А с этим он уже может выйти и на рейк, и на борьбу, и на пение, и на фехтование. Да-да-да, вот можем вот так. Я вот сейчас на вас смотрю, и копия Александра Ивановича, как тот же самый, говорит, вот так вот легко, вот так вот легко ушёл, а развернулся. Да, я хочу сказать, что все новаторы, все новаторы, говорят о том же. Да, за это вы ему и присвоили звание грандмастер боевых искусств. Вот-вот-вот все новаторы, говорят одно и то же, потому что они чувствуют гармонию природы. Да-да-да. И, кстати говоря, они все светлые личности, и они все добрые, и отзывчивые, и такие общительные, нормальные люди. Даже посмотреть в мире в разных областях, в разных областях, кто в спорте, кто в писательстве, кто в пении, кто в строительстве. Нормальные люди, нормальные, они все одинаковые, они все светлые. Да, да. Потому что у всех есть элемент внутренней свободы, незажатости. Потому что повторение, 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 и стинг подражания, он как раз-таки нужен для чего? Тем, которые не чувствуют, тем, которым не чувствуют, как надо двигаться, они должны повторять. А они не чувствуют, потому что зажаты. Потому что зажаты. Или с детства так приучили. Очень жестко. Учат это все. Мы с тобой, Саша, сейчас участники развития новой парадигмы образования, где мы обучение на основе повторения, дополняем принципом подбора, путем перебора, поиском себя, как ты сказал правильно, где ты выходишь на состояние свободы. И там ты уже делаешь любую деятельность. И борьба, и рукопашная, и спортивная, и фельтовая, все что угодно. и физику изучать. То есть два подхода. Это и должно быть основой, платформой развития образования сегодня в России. Как и во всем мире. Потому что, когда учат, повторяя, пока не получится, это шаблонизировать мышление, а когда человек попадет в неизвестность, как сейчас все попали в неизвестность, там корона или что, как быть, все растерялись. Все растерялись. От министров до таксистов, от штангистов до... Все растерялись, и, да, и, оказывается, на самом деле, это ради выгоды своей биофармы делают, которые там триллионы закачали. Да, оказывается, порно-бизнес, война, потом, все на слабость тех человек, а большие бизнесы делаются. Война, порно-бизнес, потом, значит, болезни. Да, но это уже, так сказать, я сейчас недавно изучал, очень интересно заинтересовался достаточно умными людьми, которые много лет жизни посвятили изучению каких-то вопросов. Я посмотрел этих людей, что они по этому поводу думают. Конечно, деньги управляют миром. Деньги управляют миром, и фармакомпании в такой зависимости от этих триллионов, которые туда вколачивают. Но, к сожалению, в нашей стране, видишь, идут на поводу. Идут на поводу. К сожалению, истоких людей уже загубили. Ну, ладно, это уже другая тема. Ну, просто... И еще, знаете, это было на Байконуре, там тоже собрались это все показывать. и вот я сейчас смотрю ваши вот эти вот синхрогимнастика. то есть действия синхронные текущему состоянию, да? Вы знаете, когда вот вы покажете назад, надо это все потом вперед мысли на спину расслабить, и вы нагнете. То же самое я показал такое интересное движение. Как это вот все... Знаете, как говорит, какой учитель, я все смотрел и думаю, ну, как это все Александр Иванович все это делает? Научусь я никогда не будь или нет. Так и понял, что надо учиться, учиться и учиться. Так вот, показали мне. Я говорю, ну, вот вы бьете мне в лицо. Он мне бил, я чуть назад отклонился и направил спину, а потом чуть-чуть вперед и спину расслабил. И я говорю, вот так вот надо ботиночки завязывать. А удар мимо прошел. Все начали хохотать. Говорит, Александр Иванович, а как это... Как вы успели уйти от удара еще и ботинок завязать? Ну, вот, вот. А теперь вот, резюмируем. Скажи, пожалуйста, у тебя дети, взрослые или совсем взрослые? Какие возрастные группы, Саша? У меня их четыре группы. Первая, это младшая. Сколько там возраста? От шести до девяти лет. От шести лет до девяти лет, детишки? И ты их обучаешь, и ты их обучаешь. Как это называется? Это у нас как бы игровая форма. Они играются. Там это все. Вот эти вот уходы с линии атаки. Все там уходит. Напряжение, расслабление. Я говорю, настаньте, расслабьтесь и упадите. Так, 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 так. Я просто вспоминаю, все наши уроки как называются у тебя? Скажи, пожалуйста. Так это и есть у нас. Это как все? Рукопашный бой РОС. 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 РОС, да. Российская честь, у нас система самозащиты. Да, да. Вторая группа, это у меня уже с восьми идет до двенадцати. Так. Где они уже чуть-чуть толкаются. Где-то они там что-то уже основы чуть-чуть делают это все. Где уходят, где расслабление, сжатие, чуть-чуть расслабление. Ушли, улыбнулись. Ты посмотри, вот я тебе еще хочу сказать, вот когда ты начинаешь входить в этот образ, сразу раскрепощаешься. Да, да, да. Молодец. Сразу молодеешь, такой становится. Я тоже так, слушай. Я несмотря на свою инвалидность после операции на шею, я на гололюде упал. У меня и супруга так иди, вот тоже и внуки туда вот ходили. Вот у меня супруга помогает. Она сейчас ей рано вставать, она легла так вот отдыхать. Она тоже смотрит ваши ролики и тоже хотела так вот пообщаться. Я говорю, ну будет время, сначала я, а потом вместе пообщаемся. Ну, конечно, мы даже можем, Лютюнский сейчас приедет, пригласить его. Я ему завтра обязательно позвоню и поговорю, если что такое. Скажем, детям, скажи, всех соберемся, в Зуме там сделаем занятие такое проведем. Будет очень легко, весело. Сейчас надо, люди должны сейчас идти друг к другу на встречи. Слава Богу, интернет позволяет. И знаете, вот тоже дети, когда вот приходят ко мне, вот вы, вот интересно, даже родители, я говорю, хотите родители, поприсутствуйте. Вот когда они родители присутствуют, я показываю, что надо играться, вот вывеселиться, что такое-то. Они говорят, вот мы не понимаем это. Если бы нам сказали, я не понял, что это такое боевое искусство или что-нибудь. Но когда вы вот вы делаете, а потом показываете, как уже, как боевое, я говорю, так меня Александр Иванович учит же. Это мастер, мастер меня учит, что надо сжаться, расслабиться. Это такое-то, наклониться, радостный такой, мягкость это все. И я смутил, это он, я говорю, Александр Иванович как-то на семинаре, я говорю, ну вы же как, как жмея, у вас, наверное, костей нету. Он говорит, Данил, потрогай, есть у меня косточки. Только, говорит, надо расслабиться уметь. Отлично, отлично. Привет, Саша, большой от меня. Я обязательно ему позвоню. Просто сейчас тут уже поздно, я не хочу, сейчас он может уже отдыхает. Мы его ждем на совместную встречу. Я обязательно позвоню ему, и если что такое, я вам сообщу, скажу. Да, да, да. И очень много интереса. Поэтому вот я встал, и знаете, вот смотрю вот это все ваши ролики, думаю, а вот оно где. Вот говорит Александр Иванович вот в эту голову о том, что надо, оно и оздоровительно, здесь вот оздоровительно, а здесь боевое. Как говорит, это монетка. Говорит, с одной стороны, оно то оздоровительно, а с другой стороны, это боевое. Я хочу сказать, Сашенька, я тебе хочу сказать, что чем хуже жизнь, тем такие люди, как ты, я, как вся наша школа, она будет нужнее и нужнее. Потому что мы даже там создаем науку человечности, что такое сопереживание, что такое созидание. Ведь в боевых искусствах, боевых искусствах, сама философия, не дерись, а наоборот, мир создавай. Но это уже, драка это как прикладное, а сама философия-то, она мировая. Да, философия, философия. Ну зато философия, кулак крепший и быстрее. А вот он всегда говорит, как вы знаете, он приехал к нам на Байконур и говорит, вот этой вот слабенькой, ручонкой, чуть-чуть положи на плечо, и это достаточно. А я как всегда, да, знаете, молодой офицер, думает, дай-ка я, у меня же группа там, думает, дай-ка я, на мне это покажет. Выхожу, я говорю, ну что, Александр Иванович, он говорит, да вот этой маленькой, раз, на плечико, так у меня чуть позвоночник есть, оттуда не вылез. Да, семье привет, дай Бог благополучия в доме, дети пусть здоровыми, счастливыми, я желаю, как говорится, от нашего стола, вашему столу, обнимаю, до встречи. Ты, пожалуйста, хештеги мне пришли, сейчас мы Наташу Кузьмину попросим в Белоруссию, она там нам сейчас ролик выложит в YouTube, пришлет тебе ссылочку, ну, туда прикрепит имя, фамилия, отчество, где ты работаешь, ну, чтобы все знали, вот, человек, который говорит. я просто тренирую, рост детей, юноши и взрослых. Это напишите, обнимаю, до встречи, спасибо. До встречи, когда будет такая-то возможность, чтобы еще вот так вот поговорить, готов учиться, учиться и учиться. Я говорю, у меня сейчас, это сейчас людям будут все нужны и неужели, потому что директивный подход, который формирует шаблоны мышления, раньше сиди вот так, слушай внимательно, вот это вот неподвижная поза, директивный способ обучения, формирует из людей исполнителей. Поэтому, конечно, нужны вот такие развивающие технологии, чтобы люди были творцами, открыть себе творца надо, и тогда и спорт лучше, чемпионом быть. Знаете, во всем очень стало мне вот это вот помогать, то, что вот он мне подсказывал, говорит, это надо все делать на расслаблении, все там это, очень много. Я и почему и написал вам, что это вот очень близко к нам, и хотел бы, чтобы дальше вот учиться у вас как, если у него учусь как боевое, и он мне говорит, а потом я тебе расскажу оздоровительно, а я хочу, чтобы вы как Ази тоже оздоровительно. Есть, обнимаю, до встречи, спасибо. Рад, что познакомились, что ответили мне, большое спасибо. До встречи. Спасибо.